Привет! Меня зовут Марина, и сегодня мы с вами будем говорить на очень сложную для меня тему, так что я заранее прошу от вас понимание. Меня уже год или полтора года назад просили рассказать про свой гардероб. Меня всё как-то откладывало эту тему, потому что, во-первых, я ни разу не фэшн-блогер, я даже не владею фэшн-терминологией, я особо не показывала ни разу, не рассказывала про одежду в своём блоге, и как-то даже не знаю, как это делать. Вот, и к тому же у меня нет какого-то определённого стиля и какого-то определённого супер-классного вкуса, мне тоже нет. Я просто прихожу в магазин и покупаю то, что мне нравится. Иногда потом дома понимаю, что, блин, что-то мне не с чем это носить, но это уже другая история. Вот. Но почему я решила всё-таки сделать это видео? Я сама часто наблюдала за людьми, как они одеваются, как они выглядят. И что я замечала? Иногда девушка одета просто идеально, то есть у неё всё идеально подобрано, у неё очень качественные, очень дорогие вещи. Но выглядит она как бы вроде хорошо, но смотришь на неё что-то здесь не то. И я никак не могла понять, что же здесь может быть не то. Иногда бывает, что наоборот, девушка одета очень просто, то есть у неё вообще... Её гардероб, её комплекты буквально две-три вещи. Мне смотрится это очень классно, настолько классно, что прям хочется смотреть и смотреть на неё, и хочется прям разгадать в эту загадку, почему она так классно одета. И, конечно же, я обратилась к фэшн-блогерам, я стала там всё читать в интернете, но я поняла, что это всё немножко не для меня, потому что там написаны какие-то общие выражения, которые я и так знаю. И поэтому на основе своих наблюдений я с вами поделюсь, как мне кажется, стоит одеваться девушке. То есть не ребёнку уже, не подростку, но и не женщине возраста нашей мамы, наших мам. То есть как, на мой взгляд, стоит одеваться просто взрослой девушке. Я вывела для себя несколько правил на основании наблюдения за людьми, которые хорошо одеваются. Итак, первое, что мне кажется очень важно. Мне кажется очень важно не одеваться чрезмерно аккуратно. Что значит чрезмерно аккуратно? То есть когда у вас всё составлено идеальными комплектиками, у вас блузка подходит под юбку, у вас сделана какая-то аккуратненькая причесочка, у вас серёжки подходят под колеей, всё это подходит под браслет, а туфельки подходят под сумочку, и даже помада у вас подходит под цвет лака. То есть всё это у вас идеально, аккуратно, смотрится очень дорого, но когда на вас смотришь, то понимаешь, что в образе нет какой-то лёгкости, а у девушки должна быть в образе лёгкость. Да, такая идеальная аккуратность, она очень хорошо смотрится на женщинах, ну, от возраста наших мам, как я уже сказала, и хорошо смотрится аккуратность на детях, да. Ну, или на подростках, если вы ещё выклеете как ребёнок. Да, я считаю, что у детей не должно быть никакой расхлябанности такой в образе, и вообще я очень не понимаю, когда маленьких детей одевают как взрослые девицы, я этого вообще не понимаю, я не понимаю, что в головах у них родителей, когда там девочки одеты в топики, сверху какими-то накидками, и ещё делают такие губки, а девочкам там по пять лет, я этого не понимаю. Но в образе девушки должна быть определённая лёгкость, должна быть какая-то недосказанность и должна быть какая-то свобода в образе. Чем можно добавить свободы в ваш образ. Я, например, очень люблю разбавлять свой гардероб вот такими вот накидками. Сейчас вам покажу. То есть, это кардиган, который не застёгивается. Он может просто накидываться на вас, можно, конечно, как-то, если вам, конечно, очень холодно, можно как-то его ремешком завязать. Я ремешком всё делать красиво и стильно не умею, поэтому я просто их накидываю на плечи. Мне нравится вот этот, наверное, мой любимый. У меня их очень много в гардеробе, на самом деле. Вот этот у меня мой любимый кардиган с капюшончиком. Он такой нейтральный, серый, но он классно разбавляет любой образ. Вот. Кстати, в нём ещё очень прикольные перья где-то. Также я очень люблю разбавлять свои образы различными жилетками. Вот это моя любимая жилетка, но почему-то я стала редко носить. Сейчас весна, я всё исправлю. И я очень люблю такие растянутые свитерки. Например, вот такие из манго. Но одна очень важная деталь. Если вы хотите добавить такой свободы в ваш образ, ваш остальной образ должен быть аккуратным. То есть, естественно, вы должны быть чистые, естественно, у вас должны быть помытые волосы, сделан аккуратный макияж, и вся остальная одежда не должна быть чрезмерно расхлебанной, чрезмерно свободной. Вот тогда это всё будет смотреться просто супер. Также к этому же правилу я отнесу то, что ваши комплекты не должны быть чрезмерно правильными. То есть, платье не обязательно сочетать именно со шпильками. Это можно делать, но это не обязательно. Я, например, люблю носить вот такие вот платья, простые хлопковые платья. Пум-пум-пум, вот такие. Я, например, люблю носить летом с кедами. И мне кажется, это выглядит круто. Второе. Моё правило, которое я вывела тоже для себя. Мне кажется, очень важно иметь достаточно большое количество вещей именно нейтрального цвета. Нейтральный цвет — это не значит скучный. Сейчас в моде нейтральные цвета, пудровый. Пудровый, насколько я понимаю, вот такой, как у меня на часах. Белый всегда актуален, серый, лавандовый. Я обожаю лавандовый цвет, но, к сожалению, он мне не идёт. Видимо, сказывается желтоватый подтон кожи. Пыльно-розовый сейчас очень в моде. И, к тому же, чтобы ваши нейтральные вещи не выглядели очень скучными, разбавляйте их именно небольшими детальками. В этом и фишка. Игра на детальках. Вот, допустим, такая совершенно простая блузка, хлопковая, вообще в ней вообще избежки, в ней вообще особо ничего нет. Но добавлена вот такая вот баска сверху, я не знаю, как это называется, в общем, такие вот пум-пум-пум штуки сверху. И добавлено совсем небольшое количество кружев. И это выглядит, мне кажется, очень классно и очень стильно. Мне много раз делали комплименты в этой блузке, потому что это выглядит нечрезмерно. Я не вся такая в кружевах, как из прошлого века, такая, выпал золоткую-то. Допустим, вот такие вот всякие платьишки коричневых оттенков. Сейчас такой коричневый оттенок. Ну, я его называю какашечный, но вообще-то он, наверное, горчичный. Я не знаю. Я говорю, я не фэшн-блогер. Вот такие вот платьишки, очень актуальны в стиле 70-х годов. Мне, вот я тоже себе купила на весну такое платьишко. Вообще-то я его купила зимой, но оно будет на весну. Вроде бы простое платье, но, во-первых, такие вот детали. И, во-вторых, вот такая вот ткань, очень приятная, какая-то замшевая, тоже как из прошлого столетия, как из 70-х, 60-х, 70-х годов. Ещё я вам покажу одну такую нейтральную кофту, опять такого же цвета. Опять же, она была бы обычная, простая, неинтересная толстовка, но её разбавляет вот такая вот деталька. Модные сейчас завязки на горле. И она превращается в очень прикольную вещь, опять же, отсылающую нас куда-то в стиле 70-х годов. Также покажу вам вот такое вот платье. Мне его подарили, я бы не покупала. Абсолютно было бы скучное, неинтересное офисное платье. Я бы такое вообще не стала бы носить, потому что я терпеть не могу офисные вещи. Но оно разбавлено модными сейчас кожаными вставками. И поэтому такое платье я носить буду. Но ещё одно моё правило. Я считаю, что гардероб должен быть всё равно немного разбавлен яркими цветами. Лично мой. Я совсем не могу без ярких цветов. Но в моём гардеробе не должны быть одни яркие цвета. Я одно время носила только яркие цвета, и потом я понимала, что гардероб мой выглядел достаточно дёшево. Но когда вы разбавляете ваши нейтральные цвета яркими цветами, то это выглядит очень круто. Например, у меня есть пару ярких платьев на лето. Вот такие вот. Оно вообще ярко-розовое, на камере оно всегда отсвечивает оранжевыми и беликами. Но оно вообще не такое, на самом деле. И мой любимый кардиган. Розово-жёлтый. Я его покупала у нас в городе, в отделе. Но их можно заказать от Алиэкспресс. Я их там уже нашла. Третье моё важное правило. Это иметь достаточно большое количество базовых вещей. Именно базовых. То есть базовые вещи. Это опять не значит, что какие-нибудь офисные рубашки и какие-нибудь ужасные офисные брюки. Базовые вещи для каждого человека могут быть свои. Но, не знаю, для меня базовые вещи это джинсы скини и белые футболки. То есть джинсы скини достаточно много. Вот эти мои любимые я просто решила показать. Не буду вам показывать все подряд. Из бершки. Такие вот они у меня, как... Опять же, как застиранные, как в стиле 70-х. Как варёнки или как это там называлось. Вот. Ну и белые футболки, которых у меня вообще много-много-много. Я тоже не буду вам все показывать. Вот. В общем, то есть базовые вещи это вещи, которые отлично сочетаются друг с другом. То есть вы можете утром просто встать, выбрать из одной стопки хоп одну вещь, из другой хоп другую, и оно будет отлично сочетаться. Это просто очень выигрышный вариант для вас, если вы не очень хорошо умеете одеваться, так же, как я. Следующее. Четвёртое правило для меня. Не наряжаться полностью в подростковый стиль. То есть когда у вас, например, здесь футболочка с черепами, чёрно-розовая, джинсики у вас синие с жёлтыми звёздами, и тут какие-то у вас огромные растянутые туннели, ещё что-то. Тут у вас браслеты с черепами. То есть вы вся полностью одета как подросток, но вы уже не подросток, то это ещё больше подчёркивает, что вы уже не подросток. Вот. Но мне кажется, что если вы не хотите выглядеть именно очень строго, вы не хотите выглядеть постоянно очень серьёзно, то это очень здорово уметь разбавлять свой гардероб какими-то небольшими весёлыми подростковыми детальками. Например, я очень люблю значки, но это именно должна быть игра на контрастах. То есть вот такой вот абсолютно нейтральный свитерок. Кстати, его постирать уже надо. Вот такой вот, и с очень милым, клёвым значком енотом, таким енотом-хипстером. Вот это выглядит классно. Но если вы нацепите, ну, оденете свитерок со звёздами, допустим, какой-нибудь очень яркий такой подростковый, и нацепите туда ещё кучу этих значков, то будет выглядеть просто уже тупо. Допустим, покажу вам ещё одну свою любимую кофточку. Кофточка с Микки Маусами. Опять же, игра на контрастах. Ни разу мне никто не сказал, что кофта дурацкая, или какая-нибудь детская, или подростковая, потому что здесь есть подростковая надпись, подростковая Микки Маусы, но кофта нейтральная, абсолютно серая. Я её ношу только с нейтральными джинсами. И выглядит она классно. Никаких других деталей в свой образ я уже больше не добавляю. И делаю нейтральный макияж. И так выглядит классно. Допустим, чтобы вам было понятно, покажу вам другую футболку с Микки Маусом. Видите, у неё вот сзади вот такие вот достаточно яркие такие детские полоски. Микки Маус огромный и тоже какой-то детский. Да ещё и надпись I love New York тоже, не знаю, её недавно носили просто все дети нашего города. И, в общем, эта футболка уже выглядит гораздо более дёшево, чем вот эта Микки Маус. Я это поняла не сразу, но потом я уже присматривала свои фотки в этой футболке, я поняла, что как-то там всё не очень. Я её теперь ношу на даче. Вот. Допустим, я вам покажу одну футболку с Алиэкспресс. Опять же, вроде бы какие-то детские радуги странные, но за счёт того, что футболка сама белая, и за счёт того, что я её ношу только с чёрными джинсами, ну или какими-то тёмно-синими, она выглядит нормально. Ну или, допустим, вот эта футболка тоже. Она вроде бы тоже какая-то с домником, с Нью-Йорком, какой-то надписью такой детской, но за счёт того, что сама футболка серая, это всё выглядит нормально, совершенно нормально. Ну, в общем, какие-то такие мои правила. Ну, ещё я считаю, что очень важное правило, показывать уже не буду. Не одевайте вещи, которые вам неудобны, некомфортны. Допустим, мне очень некомфортны шпильки и костюмная ткань. И когда я одеваюсь в костюм и на шпильки, я выгляжу просто... Я чувствую себя какой-то дурой, потому что я чувствую, что я как корова на льду. Иду просто, у меня тут всё стягивает этим пиджаком, у меня тут ноги вообще подкашиваются. От этих шпилек я просто чувствую себя дурой. Конечно же, окружающие моментально считывают ваши эмоции и ваше настроение, и вы тоже не будете оказаться им привлекательными в одежде, в которой вам некомфортно, в которой вы сами себя чувствуете не очень. Так что по-любому подбирайте одежду из тех тканей, которые вам комфортны, которые вам приятны. Ну, вот как-то так. Какие-то все мои правила. Кстати, у меня суету торчит ёлка, я только сейчас заметила. Нет, это видео я снимаю сейчас. Это не старое видео. Просто я ещё не разобрала ёлку. Вот. В общем, это всё. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. Скоро увидимся.